Ми-ми-ми, ма-ма-ма, ма-ма. Девчата, я заебу феном. Я не думаю, что он играл Шерлока в Шерлоке. Это могут быть прокладки, могут быть шоколадки. Клачешь, смеешься, занимаешься сексом. Он не делает ничего того, что может сделать здоровый. Так зачем он? А что ты со мной в таком-то не общаешься? Ты зануда. Тебя не полюбит никто. Нарезка видеоблога. Это же музычка. Так, зритель, не уходим. Свечи сюда, в канделябрах все ближе садимся. Франч ТВ представляет. Я попросил тебя шапочку взять. Шерлока. Получилось это сделать? Нет. Шапочка из британского музея не нашлась в семейном архиве. Ладно, тогда расскажем о самой истории. Ты озвучил Шерлока в украинской версии. Для этого специально отправился в Лондон, чтобы что? Вот это выясним. И там приобрел шапку, в которой в течение всего процесса озвучки сидел. Сидел? Нет, не сидел. Хотя у Станиславского по актерской школе есть такой ход. Надеть костюм и вживаться в образ персонажа. То есть это была не история ради истории? Нет. Это было исключительно следование Станиславского? Нет. Для меня нет необходимости в этом. Потому что это слабые актеры, скажем так, делают, которые не могут через внутреннее состояние прийти к образу. Помогает внешне. Я получил колоссальное удовольствие от этого музея. Музей абсолютно фейковый. Просто это адрес, указанный в книге. Ну, понятно, что вымышленное все. Вещи той эпохи. Но нужно видеть глаза, такие детские глаза публики, которая туда идет. И вот это же миссис Хадсон, а вот здесь сидел Ватсон, а вот здесь Шерлок, да? А у нас ассоциация еще советского фильма, да? И так далее, и так далее. То есть некоторые из них даже не понимали, что это вымышленная персонажа? Да, абсолютно, да. Они же пришли по адресу, вот дом, все нормально. Сейчас миссис Хадсон откроет, да? Но нет, не тут-то было. Хотя музей сделан качественно, вещи той эпохи. И действительно чувствуется такая вот атмосфера, загадочность, что-то такое детективное, мистическое и так далее. Я получил удовольствие. Но мы с Камбербейджем как-то так совпали, что ли. Мне это делать было несложно. Я писал все его реплики с первого дубля. Никто не верит, что актеры дубляжа, звучания не видят текста до записи. Действительно, мы не видим текста до записи. Я не смотрю серию до записи. То есть я не понимаю ничего, да? Перед тобой текст, в наушнике дорожка оригинала и пиши. А изображение есть? Да, конечно. Но ты не успеваешь смотреть, потому что ты в текст смотришь. Ты его первый раз видишь. Ты просто ориентируешься на звуковую дорожку. Он начинает говорить, и ты начинаешь. Он заканчивает, и ты заканчиваешь. И это полный дубляж, полное попадание в губы. Почти всегда удается, если текст уложен правильно. Если нет, то переписывается. Но я пишу его дорожку в реал тайме. Если серия идет полтора-два часа, вот я пишу его полтора-два часа. Его реплики. Это 400-500 реплик на фильм. А много там можно заработать на озвучке? Я это делаю не ради денег. Для меня эта роль интересна. Камбербейдж интересен. В этой роли мы где-то, кто-то говорит, внешне похожи. Но мы тембрально похожи в этом сериале. Мне не приходится делать какой-то такой голос другой. Я пишу своим голосом. Не знаю, по-украински это звучит, например, так. Ватсуне, вы все зипсувалы. Просто близким звуком к микрофону. И он такой сразу загадочный, детективный такой. Шерлок, Шерлок. Камбербейдж никак не отреагировал на эту всю историю? Я не думаю, что его показывают. Что он смотрит? Он вообще сейчас в Голливуде, ему даже не до этого сериала. Поэтому есть промедление со съемками в следующей части. Но я был в «Глобусе», в этом театре Шекспира, восстановленном, где он, в частности, тоже выходит на площадку. Я попал на репетицию спектакля вечернего. И вот здесь хотелось так, эх, разойтись бы в профессиональном плане. Актеры вышли, пробовали ми-ми-ми, ма-ма-ма, ма-ма, ма-ма, бросали звук. И это было без опоры. И очень хотелось как-то вот по нашей школе помочь поставить эти голоса и размять, распеть их и раззвучать. Думаю, да, кто я такой? Вот стоят звезды на площадке театра «Глобус» и так далее. Много ошибок. По звуку это очень слышно. К сожалению, я не впечатлился профессиональным звучанием. Сам Камбребейдж как тебе, как актер? Не, махина. Махина. Ну, он крутой еще импровизатор, мне кажется. Я видел его в «Вайт Найт Шоу» каком-то, когда он пародист. Да, «Свобода», «Свобода», «Пародист». У меня тоже был опыт большой разницы по-украински. Да, ты играл Черновецкого там и «Фантомаса», «Прокурора», «Ришелье», «Кардинала» было много разницы. Это что был за опыт? То есть это эксперименты с собой в профессии или там можно много заработать? И почему в итоге не остался там? Не стал таким, не знаю, что ли украинским Максимом Галкиным, может быть? Проект очень интересный. Проект, это как мой преподаватель по актерскому мастерству говорил, штука очень актерская, делать пародии. Но она же очень редкая, как дарование, да, дар пародийный. Я не пародист, не Галкин. Я пошел, потому что меня пригласили, прошел какие-то кастинги. Я решил попробовать. И тогда этот проект делал Цикало, какие-то украинская команда, белорусские авторы. В общем, была очень интересная такая тусовка. Проект с успехом шел, просто он закончился. Не потому, что что-то должно было из него вырасти. Видимо, выписались авторы или выигрались актеры. Но то, что мы хотели показать и сделать, и над чем посмеяться, пошутить, мне кажется, это удалось. Для меня это колоссальный опыт работы в кардинально другом образе. Потому что если ты фантомас, то как-то сложно остаться там, Андреем Бурлуцким. В гриме из силиконовой маски, которая полностью закрывает все на улице, лето 37 июль месяц, и в павильоне 45 под приборами и так далее. Зритель этого не видит, но ты должен играть фантомаса, найти его. Эти все вещи. Проект безумно интересный. Но я прикоснулся к этому, сделал, открыл в себе вот эти качества пародийные. И, в общем-то, остался доволен. Как происходит процесс подготовки к пародии? Как это выглядит? Это мучительно. Ты получаешь роль, начинаешь... А ты как-то ее обсуждаешь с режиссером, сценаристом? Сначала нет, тебе дают роль. Они тебя видят в качестве фантомаса? Они тебя видят, да, иди готовься. Ну, они так, сделаешь, сделаешь. Ты еще сам не знаешь, сделаешь ли. Но ты идешь пробовать. Утверждается с гримером, а что можно из этого лица сделать. И ты идешь пробовать. Ты отсматриваешь материал. Ты пристреливаешься, думаешь, за что зацепиться. Принцип пародии очень легкий. Тебе нужно зацепиться за главную одну-две вещи, которые характерны, очень яркие, выпуклые для этого персонажа. Ты бьешь в эту точку, вырабатываешь себе этот, опять же, как мой педагог говорил, глаз, там, изи, черновецки, то немножко, да, потерянные будут. Ну, ты начинаешь эти вещи делать и получаешь. Ну, сколько времени происходит от момента... Это может быть неделя, две... Постоянного, ежедневного... Да, обращение к этому. Ну, ты ковыряешься внутри. Ты понимаешь, внутри себя такая идет пристрелка. Это интересный процесс. А потом уже ты на площадке... До площадки, скажем, две репетиции. И на площадке уже в костюме, в гриме вы взаимодействуете с партнерами. До площадки всегда сам свой, скажем так, судья перед зеркалом или... Да, да даже не перед зеркалом. Сам, понимаешь, туда или не туда. Но без сценария это происходит, да? Нет, конечно, есть сценарии. Нет, есть. Они дают тебе текст, и ты вживаешься, вырабатываешь этот текст. Понимаешь, как бы этот текст интерпретировал этот персонаж и делаешь. Где-то надо петь как персонаж, где-то танцевать, где-то любить и так далее. Ну, это ребят, которые только этим занимаются. Актерством. Актерством. Я же говорю, это одна из ветвей актерства, причем достаточно сложная. Это правда очень тяжелый труд. Когда мне говорят, да вот шахтеры там это, да вот метро строят люди, вот это тяжело. А вы там что там в студии сказали? Голосом работаете. Нет, это адская работа. Я бы сказал, что она сопоставима с шахтерской, потому что это шахта. Потому что никакой шахтер, понятно, не зайдет в студию 8 часов, не пропишет своим голосом, да? Не оставит связки на микрофоне, как актеры говорят. Так же и они в шахту не пойдут, да? Может быть, некорректное сравнение. Но по тяжести плюс эмоциональной тяжести, я не думаю, что в шахте тяжело эмоционально. А ты постоянно меняешь вот эти перепады, да? Плачешь, смеешься, занимаешься сексом, бежишь, дерешься. Ты повторяешь в голосе, в дыхании всю палитру эмоций, интонаций твоего персонажа. Вот это выматывает. Это очень тяжело даже для гибкой актерской психики. И потом связки. Связки. Даже если правильно работаешь, они устают. Нужно кричать, нужно шептать, нужно делать какие-то граничные действия для связок. Просто актеры, которые снимались, они это делали через паузу, а ты без. В этом вся разница. И если тяжело и по погоде, еще жарко, например, и в студии, то пот течет с лица, капает на бумагу, расплываются буквы, но ты читаешь. Шахтеры сейчас всплакнули. Всплакнули. Да. Причем непонятно, опять же, кто за этот труд больше получает. Андрей, давай посмотрим несколько роликов. Это выступление известных спикеров, предпринимателей. И я бы хотел, чтобы ты дал им свою оценку. Да, прекрасно. Это Тони Роббинс. Да. Как тебе устили вообще выступать, взаимодействовать с залом? Мне плохо. Я думаю, что в нем много американского. Я не скажу, что это не работает у нас. Может быть и работает. Но работает для него, не для наших спикеров, скажем так. Для него, за кем стоит легенда, признание. И если он, как для людей слабых, необходимый пендель такой со стороны, то почему нет? Нет. Они не нужны. У него очень много неэкологичных NLP технологий. Внушения, медитации, во время которых происходят продажи. Два дня из четырех – это продажи. Купите наш тренинг за 10 тысяч долларов. Ну, это сейчас многие так делают. Да, но он это делает в колоссальных просто масштабах, не стесняясь. И, в общем-то, делается все ради этого. Если почитать стенограмму, контент, что ты должен вынести за четыре дня тренинга, я уверяю, ни одной новой мысли. Это такая банальщина. Делай, у тебя получится. Засыпая с собаками, проснешься с блохами. Ну, ребята, это такой примитив. Понятно, нужно давать примитив, потому что у него толпа из 12 тысяч человек в зале. Ничего умного 12 тысячам сказать нельзя, потому что там включается коллективное бессознательное по юнгу, и ты должен давать им, конечно же, примитив. Но, возвращаясь после тренинга, для меня важно, какой контент у меня в руках, что я вынес. Вот те записи, ты обращаешься к ним, пересмотришь, и если ты понимаешь, что ты был в восторге на тренинге, но после у тебя пустышка в руках, вот на такие тренинги я бы не ходил. И не планируешь, что он же сейчас приезжает в Москву? Нет, нет, куда бы он ни приезжал, я не планирую. Не планирую. Это нужно, как я сказал, определенный пендель людям извне. Я не уверен, что он работает. Я думаю, что работает пендель изнутри, самому себе. И вот если сам себя поднял за волосы, как Мюнхгаузен, вот тогда получится. Это его путь. То, что он делает, это его путь. Это не значит, что ты, да, попрыгая, это НЛП. Не значит, что ты попрыгая станешь Тони. Не значит, что ты будешь вести 30 бизнесов, как ведет Тони, кроме этого. Да ему нафиг не надо это выступление. Это он делает из тщеславия, потому что бизнесы есть, деньги приносят, а теперь надо еще слабой популярности. Вот феномен. Это феномен, безусловно. Но это феномен технологий. Это все технологии. Это НЛП-технологии, воплощенные вот в этом американском огромном масштабе. И сделав имя, теперь работает имя. Не важно, что он будет показывать. Главное, что это Тони. Все. Ну, это классика жанра, но я не могу его не как-то обсудить с тобой. Мне кажется, у него есть много фишек. Безусловно. Это 2010 год, это одно из там последних лет его выступлений, скажем так. Презентация айпада. Его стиль выступления для тебя, мне кажется, радикально отличается от того, что делает Тони. Он более, мне кажется, искренне, во всяком случае, хочет казаться. Конечно. Нет, он искренний в этом, потому что он это любит. Это его идея. Идея всей жизни. И он спокойно, тихо об этом говорит. Опять же, мы должны понимать, что за ним стоит. За ним стоит бренд. Бренд, который уже любят и который ждут. Это все на ожиданиях создано. Люди живут ожиданиями. Они живут ожиданиями Тони, что он им сейчас правду жизни рассказывает. Они живут ожиданиями нового айпада, айфона и так далее. Нужно понимать, что в книге «Сто великих ораторов» и так далее, входит Сталин. Но разве мы можем говорить, что Сталин великий оратор? Нет. Там ничего нет от оратора. Это абсолютно слабый в этом смысле человек. Там нет ни харизмы, ни энергии. Мы можем включить любое выступление. Там нет действий, нет призыва, ничего. Но за Сталиным стоял бренд. Это Советский Союз. И за Сталиным стоял страх. Потому что на его пластинках, его выступление на съезде, писалось и выпускалось на пластинках. Десятая пластинка из десяти. Полностью. С двух сторон. 40 минут звучания. Это аплодисменты. И если бы эту пластинку не выпустили, то расстреляны были бы все. Поэтому все в восторге от Йосифа Фиссарионовича. Здесь, я думаю, очень похожий случай. Потому что, когда выходит Мадонна, она Мадонна. Когда выходит презентация Apple, все ждут презентации Apple. Это нельзя сравнивать с тем, что появляешься ты. Ты никто в этом всемирном масштабе. Ты кто-то для вот этой узкой, сегментированной части публики, которая будет каким-то образом вмотивирована тебя слушать. И вот тебе нужно доказать, что ты имеешь право на это слово. И что ты, продействовав этим словом, достигнешь их сердец и их умов. Какие-то фишки может обычный предприниматель, за которым нет Apple, что-то перенять из выступления Джобса? Ничего, кроме искренности. Я думаю, что, опять же, это американская манера. Попробуйте ее на нашем рынке втемяшить. Не очень это работает. Потому что это для их менталитета. Это их жесты. Это их передвижение по сцене. Они в своих книгах говорят ходить. Я говорю не ходить. На сцене не надо ходить? Не надо ходить. Почему? Зачем? Вопрос всегда зачем, а не почему. Зачем переходы? Зачем мельтешение? Зачем этот вальс на сцене, когда должно быть внимание сосредоточено на тебе и на том, что ты говоришь. На сути. В динамике это никак не вносит? Нет. Нет. Это обман. Потому что, если там нет внутри энергии и действенности, а человек просто сотрясает воздух передвижениями, это ничего не меняет. У Джобса довольно часто были факапы на выступлениях. И он из них, как мне кажется, довольно виртуозно выкручивался. У него не работала техника, не загружались сайты. Очень долго. И тогда очень плохой был интернет, но в любом случае у него очень долго это не работало. И он, импровизируя, попросил всех зрителей в зале отключить Wi-Fi, чтобы не нагружать сеть. И пока не каждый из них не выключил, он не продолжил. Это где-то заняло 30 минут, по-моему, если я не ошибаюсь. И это видно было, что это вряд ли заготовленная история. Конечно, импровизатор. Но это умный человек. Начнем с этого. Второе, что он продемонстрировал, это очень важное качество для оратора, то, чему я учу, это адаптативность. Ты должен адаптироваться действительно к любой ситуации и любым неожиданностям, которые могут произойти в зале. Может вырубить свет. Может упасть кулиса. Это не должно вызывать остановки процесса. Это должно быть естественным, восприниматься тобой и моментальный импровиз должен отвечать на это. И публика считает тебя героем, если ты выкручиваешься из этой ситуации. Потому что она-то понимает, но она будет аплодировать стоя, если ты предпринял что-то для решения проблемы. И я знаю очень много, даже в нашей филармонии, когда вырубался свет, говорили, так, зритель, не уходим, свечи сюда, в канделябрах, все ближе садимся. И это была потрясающая атмосфера концерта, который проходил при свечах. И это запоминается, мне кажется. Это такой стресс позитивный, который запоминается, и все, кто на сцене, это герои. Ты еще озвучивал доктора Лайтмана в сериале... Лайтуми, да. Каким образом там вживался в роль. И этот человек в сериале, точнее, этот герой, он занимается тем, что анализирует вербалику, невербалику и прочие факторы, чтобы оценить, насколько человек искренен. Получалось ли перенять от него что-то в профессиональном плане? Получалось. Например, что? Да, мне было очень интересно. Это называется профайлинг сегодня, чтение по лицу, по жестам. В сериале это достаточно примитивно показано, он ничего нового там не открывает, про это написано тысячу книжек про жесты, можно Алана Пиза почитать, еще кого-то, про мимику. Но я за ним следил, и во время того, как писал, пытался эти фишки для себя взять. Действительно, ну там чисто НЛП, глаза вправо-вверх, влево-вниз, все понятно. Я это перенимал и пытался в жизни внедрить. Получалось. Потому что там все справедливо, там правду говорят, в сериале так и есть, работает. Как же волосы в роли Вату? Как это происходило? А тоже легко. Он какой-то такой персонаж, хотя он совершенно не, скажем, не моего возрастного ценза, мы здесь не совпадаем. Ну, немножко старше. За 50 уже. Хорошо, старше. Это раз. Во-вторых, он и тембрально немой персонаж, но как-то меня заинтересовала его такая хитринка, его такая интровертность, его такая вдумчивость, всматриваемость в персонажей, в коллег по кадру, когда он это делает. Я думаю, что получилось. Интересный, интересный. И актер потрясающий. Тим Рот, как тебе кажется, удался в роли Ватина? Да, да, потрясающий актер. То есть Камбербейдж здесь бы не смотрелся? Тоже бы смотрелся, но по-другому. Я думаю, что эти роли, именно эти роли, они не какие-то очень специфические. Надо играть себя все равно в обстоятельствах. Я не думаю, что он играл Шерлока в Шерлоке. Он играл вдумчивого детектива, который на своей волне, скажем. Вот и все. Но мне кажется, что там много Камбербейджа, а не Шерлока. Сам сериал тебе, кстати, понравился? Шерлок? Да. Прямо от начала до конца? Нет, сначала трудно было воспринимать. Конец, то, что записано на сегодня, тоже. Есть серии, которые для меня сильно наворочены. Но в целом, я считаю, что идея и реализация, и вот это британское качество, проработка, такой флер, их чопорности и так далее, он мне импонирует. А наши есть? Есть, конечно. Наконец-то. Ага. Ну, наверняка ты узнаешь. Да, Радик, мы дружим. Дружите. Да. Но тем не менее, постарайся искренне, откровенно рассказать, насколько он хорош. А у меня нет причин, неоткровенно, потому что Радислав номер один на рынке, и вот здесь нужно, если заниматься, да, тренинговым рынком, понять, опять же, в чем феномен, да, в чем феномен Тони, в чем феномен Радислава. Это интертеймент. Сейчас это называется интертеймент, совмещенный с образованием, новый формат, да, когда много людей, и нужно их развлекая, вроде бы, чему-то научить. Что по Радиславу? Естественно, харизма, естественно, уровень энергии. Это называется подача. Это голос, это жесты, как он себя ведет. Это есть определенная публика. Это очень любит мера цинизма и высокомерия по отношению к ним же, да, потому что он психологически очень доминирует на тренингах. И на слабых людях особенно, да, это видно, он вызывает на сцену, а-а-а, все ржут, ах ты такой и такой. Ну, и Радислав, конечно, герой на этом фоне. Это нормальные технологии, и, как мы видим, это монетизируется, значит, людям это нужно, да, значит, нужно делать так же. А все остальное – это маркетинг. Это история про маркетинг. Это как раскрутиться, имея себя как продукт в наличии, да. Ты бренд, ты продукт. Как слепить бренд, и как сделать так, чтобы миллионы покупали. Что можно взять у Радислава? Невероятную трудоспособность, перед которой я склоняю голову, невероятную. Радислав – это 24 на 7, это энергайзер, он работает. Он в перелете работает, он пишет статьи, он пишет книги, дает колоссальное количество тренингов на разные темы и ведет бизнесы еще при том, да, тут не только тренинги. Ведет компании, поэтому я с глубоким уважением к нему отношусь. Мы сейчас общались в сентябре на пире, неделю вместе тусовались, и это была такая тусовка внутритренерская, скажем. Он по-другому выглядит в этой тусовке, он более близкий, живой, вот его можно потрогать, вот можно с ним выпить, вот можно пообщаться. На тренингах, скажем, когда он куда-то прилетает, опять же, восприятие, да, это божество, и это нормально. Все эти технологии работают. Но мне, Радислав, намного ближе, роднее и понятнее, чем вот те предыдущие спикеры американские. Я не люблю этой манеры, честно. Потому что она работает на Америку. Еще один русскоязычный персонаж, он тоже выступает на одной сцене в последнее время с Радиславом, в частности, на Синерджи. Но у него, мне кажется, совершенно другая манера. Мы недавно делали с ним интервью, он такой, мне кажется, очень прямой, это Максим Батарев. Да, да. На сцене он такой даже немножко неказистый. Я когда впервые его увидел, думал, что это за мужик вышел. Мужик, да. Но когда он начал говорить, очень простые вещи, очень простым языком, ты понимаешь, что у него есть талант. Я был на тренинге у Максима, публика в восторге. Я бы не сказал, что он на сцене не смотрится. Меня тоже предупреждали. Ой, он на сцене такой. А что не такой? Он такой, он мужик и он в своем амплуа, в своей природе существует. Да, самое главное не сломать эту природу, быть в своей природе. Максим не выйдет и не сделает так, как Радислава или так, как я. И не нужно, да, и я не буду так делать. Он в своей органике существует. Для меня, опять же, повторюсь, важно, что я выношу, какой контент из тренинга. И если я вижу, что на тренинге люди только и занимаются тем, что пишут, структурируют и понимают, что вот от здесь, от альфы до омеги, я иду и беру для себя эти лайфхаки, техники, технологии, приемы и могу применить, что самое главное, все, он достиг. Потому что его цель какая? Научить. Его самая главная миссия научить. И если он обучает, для меня не важно как, пусть он танцует на сцене, пусть он там голые слайды показывает, да плевать. Главное, что у меня останется после этого. И, опять же, это монетизируется, это продается, значит, это правильно. Его расписание на год вперед. Да. Какие вопросы? Франч ТВ, канал для предпринимателей без воды. А можно так пожестче? Франч ТВ, канал для предпринимателей без воды. Марина Цветаева сказала, интонация главнее слов. Интонация это наши слова. Мы же говорим, а что ты со мной в таком тоне общаешься? Значит, важны не слова, не содержание, а тональность. Для животных, с которыми общаются все по-русски, по-украински, по-испански и на иврите, да, думая, что животные точно знают эти языки, а кошки, собаки, все нормально. Люди же не слова им говорят, а тональность, да, животные слышат тональность. И поэтому они понимают, что их хвалят, ругают, любят, да, там, заигрывают с ними, играют и так далее. Это тональность. Точно так же у людей. Первое это тональность. Ну вот еще этого человека посмотрим, но я не мог не включить его. Ага. Ну ты же не идеальный оратор или идеальный? Какие у тебя есть косяки вот так субъективно? Нужно думать про себя, что идеальный. Надо, да? Да, иначе не надо выходить. Как будет восприниматься публикой? По-разному. Вот сейчас случай, самый такой животрепещущий, в комментах на ФБ. Написала одна клиентка, к 17 марта мы готовим большой однодневный тренинг, она написала, Бурлотский сказал про себя, он лучше, я не купила. Логика для меня какая? Значит, ты хочешь купить у худшего? Ну давайте я скажу, худший ты купишь, да? Ну я не скажу. А что нужно про себя говорить? Про себя и нужно так говорить и думать. Ведь беда, это заниженная самооценка. Если с самооценкой беда, ты себя не любишь, тебя не полюбит никто. Если ты не кайфуешь от своего выступления, но помнишь, зачем, для чего, что ты делаешь, какая миссия, от тебя никто кайфовать не будет. Ведь общественное мнение, оно формируется по-другому, да? В театральном университете, когда обучался, сказали, в начале 20 века были авторы романов, фамилии которых мы не знаем. Они были дико популярны, дико, но мы не знаем их. А дошел Бунин, да? Потом Булгаков, там потом эти... Но история отбирает, кто останется, а кто нет. Потому что сегодня это и Дарья Донцова, но я не думаю, что она станет на одну ступеньку с Львов Николаевичем Толстым. Нет. И с Достоевским тоже. Поэтому это может быть популярно сегодня, но что будет завтра с этим брендом, я не знаю. Я посмотрел некоторые рекламные ролики, которые ты озвучивал, в частности, рекламу Орбит. Я считал, что при съемке этого ролика была какая-то забавная история, но без подробностей. Может, расскажешь? Нет. Не расскажу. Роликов столько, честно говоря, да. Очень часто спрашивают, а вот тот ролик, тот ролик. Может, люди не понимают потоковости этого процесса, потому что ты когда пишешь, одна актриса сказала, я пишу, говорит, не задевая коры головного мозга, да, и не приходя в сознание, можно еще сказать. Это действительно так, потому что, когда ты в потоке этого, ты приходишь, ну что сегодня у тебя? Ну вот такой бренд, такой бренд, такой бренд, такой бренд. Это могут быть прокладки, могут быть шоколадки. А ты же актер. Ты должен вот здесь подумать про это, а здесь про это. Да, причем, а это могут быть два ролика подряд, да, или с того начинаем, или с этого. Но для тебя, что главное, профессионально сделать эту работу, да, и очень часто ты там даже как-то помогаешь копирайтерам, делаешь не свою работу, исправляешь ошибки, которые они допускают. Очень много курьезов, связанных с рекламой, скажем, в украинском рынке. Я рассказываю часто, но это хуже, чем мат звучит в эфире, просто никто не замечает. Вот Ибуфен есть реклама, да. Мама говорит, девчата, я за Ибуфеном. Да, это идет, шло в эфире, оно есть на Ютьюбе. Я не слышал. Да, детское жаропонижающее средство. Там Блювотова-то еще в советское время, да, когда была. Это все ошибки копирайтеров, потому что нельзя это писать. Это нужно адаптировать под наш рынок, нужно понимать, что слово написанное и слово сказанное, это разные вещи, да. Нужно их проговорить тысячу раз, чтобы понять, как это воспринимается на слух. А они пишут, и вот это вот большая ошибка. Это та же ошибка, которую люди допускают при написании себе же публичных выступлений, да. Или еще страшнее, если им кто-то написал. И вот тогда чужие слова чужим голосом, и мы получаем на выходе что? Ничего, да, полную потерю интереса публики, люди будут выходить. Нет, нужно понимать, как это по-живому прозвучит здесь и сейчас, чтобы ни в коем случае не быть роботом, не быть глашатаем чужих фраз и чужих чувств. Тут надо себя открывать в любом случае. Это Ник Вучич, австралийский мотивационный спикер, но я бы хотел обсудить с тобой не его ораторские способности, а именно те физические недостатки, которые он, по сути, демонстрирует на каждом своем выступлении. Но тут не совсем корректно, что у него про недостатки, потому что его недостатки – это его фишка. Без этих недостатков он бы был никто, его бы никто не слышал, да. Раскрутили они его только благодаря этому. Пойду ли я на этот тренинг или смотреть его? Нет, не пойду. Я считаю показывать его не экологично. Есть ролик, вот подобный ему, выходит, играет в Италии, может вы видели по фейсбуку раскрученный, тяжело больной пианист. У него какие-то заболевания, раскоординация полная, но он при этом играет. И когда я спросил специалистов, как он играет, потому что я не могу оценить фортепианную игру, да, так как специалисты, там, народные заслуженные артисты и так далее, они сказали, ну, он играет посредственно, он играет не лучше, чем играют именитые, да, музыканты. И тогда вопрос, зачем показывать уродство, которое старается играть, но при этом оно не гениально. Вот для меня это то же самое. Может выйти Радислав, а может выйти Тони и сделать то же самое. И он мне не нужен, понимаете? Фишка-то в чем? Это манипуляция. Вот видите, я без рук, без ног, а я мотивирую. Так ты поэтому и мотивируешь. И поэтому твое выступление 200 тысяч евро стоит. В этом маркетинге заложена эта манипуляция. Я не хочу покупаться на манипуляцию. Он не делает ничего того, что может сделать здоровый. Так зачем он нужен? Я знаю, что на своих тренингах ты делаешь разбор известных ораторов. Сегодня мы посмотрели некоторых, но вряд ли я угадал всех. Или вообще не угадал. Да, вообще не было этих людей. Назови лучших спикеров, которых нужно изучать. Не могу сказать, что мы брали лучших. Мы разбирали харизматичных. У нас там был Жириновский, у нас там был Сталин, у нас там был Чарли Чаплин в роли из фильма «Великий диктатор». И у нас там был кто-то еще из великих... А, Гитлер был. Гитлер был, да. Это интересные персонажи. Что можно у Гитлера научиться? Очень многому. Например? Например, выступать. Потрясающая продуманность и режиссура выступлений. Это же был не дурак. И он режиссировал. Он написал книгу «Mein Kampf». И вот в этой книге, говорят, даже Юлия Владимировна Тимошенко училась по этой книге выступать. Вы можете почитать и научиться. Эта книга, она цепляет вопрос выступлений. Что он делал? Самая главная его вещь – это выстройка выступления от чего к чему. И вот этот рост эмоциональный, тембральный, энергетический, он и ввергал толпу в абсолютный транс. То есть они были настолько в шоке и в восторге. И колоссальная... Ну, не то что холерик. Он, наверное, уже на грани с шизоидной такой энергетикой, когда он впадал в раж от себя. Глаза закатывались. Да. Я не говорю, что так нужно делать. Но нужно понимать, как он выстраивал это. Потому что это было сделано сознательно изначально. И он это продумывал. Жест отточенный, который можно взять себе. Зрительный контакт. Поза. Он же не ходил. Опять же, значит, я прав. Он не ходил. Войну начал. Доказано Гитлером. Да, да, да. Бурлутским доказано на основании Гитлера. И не только. Очень много фишек. Вы посмотрите. Тут важна то, о чем мы говорим. Анализ. Важна моя способность анализировать, видеть, что я могу взять в свою внутреннюю копилку. А в каждом выступлении должен быть этот эмоциональный рост? Иначе неинтересно. То есть, прям под конец ты должен орать? Нет, не орать. Именно эмоционально это не значит орать. Ты не должен топтаться на месте. Если ты топчешься на месте, ты зануда. Нет перспективы. Ток течет по проводам от чего-то к чему-то. Должна быть вот эта перспектива. Река течет и впадает в море сверху вниз, поэтому течет. И так же в выступлении. А у тебя наоборот, снизу вверх должен быть подъем. Если ты топчешься, монотонишь, это невыразительно. Ты не используешь интонирование яркого. Кто это будет слушать? Оффлайн, а твое выступление в оффлайне, да, перед людьми, сейчас страдает от того, что каждый день развивается онлайн. И онлайн интереснее. И сейчас ты в оффлайне должен быть еще интереснее, чем ты в онлайне. А как это сделать? Если в онлайне нарезка видеоблога, даже музычка, написали текст сбоку от тебя на экране. Все, интересно. А тут ты вышел и зануда, и скажешь, ой, не, слушай, а это что-то вообще грустно. То есть монтаж сейчас мешает людям выступать. Это клиповое сознание, да. И он не мешает, он наоборот стимулирует тебя быть лучше и интересней на площадке, на сцене, даже если это не возвышение, да, просто площадка перед микрофоном, перед людьми, ты должен быть в оффлайне, подумай, насколько ты должен быть ярким и интересным, чтобы удержать их внимание. Вот сейчас работаю с одной талантливой девочкой, ее презентации 45 минут. Это много? Наверное, да. Это колоссально много. Это колоссально много. Они согласны слушать 7 минут внутренних. А у нее 45. Что делать? Сокращать? Нет, нельзя. У нее день конференции, да, и все выступают по 45. Ты не можешь сократить. Но что ты можешь сделать? Это сделать потрясающую структуру, наполнить это все внутри интересной информацией, да, сделать ее разнообразной, разноплановой, разнослойной, с юмором, с интригой, со статистикой, со сторителлингом. Все, что можно, можно туда внести. И потом подача. Как это реализовано? Вот тогда 45 минут можно быть интересным или интересной. Главное, чтобы не скучно, да, Станиславский. Все виды искусства хороши, кроме скучно. Друзья, я решил вклиниться в это интервью, оно скоро продолжится. Кстати, если оно вам нравится, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы не забыть. Конкурс. Андрей Бруцкий, эксперт по аратовскому искусству, публичным выступлением дарит полчасовую консультацию автору лучшего комментария. А условия для комментария такие. Напишите, пожалуйста, если у вас есть опыт публичных выступлений, свои самые, знаете, такие больные факапы, самые такие неприятные истории, с которыми вам пришлось столкнуться во время выступления, и какие выводы вы сделали, и какие советы можете дать выступающим. Потому что у каждого оратора, я уверен, есть свои какие-то лайфхаки. Если же вы не выступали пока еще публично, но очень хотите, ну, например, смущаетесь, стесняетесь, боитесь, расскажите, чему будет посвящено ваше первое выступление, и о чем вам больше всего хотелось бы поделиться. Я уверен, у каждого из вас есть некий опыт в своей отрасли, и о нем можно рассказать на публике. Напишите об этом. Ровно через неделю Андрей Бруцкий выберет автора лучшего комментария и проведет полчасовую консультацию по ораторскому искусству. Дерзайте! Я, кстати, в примере с выступлениями не сразу сообразил, что Чаплин же это представитель немого кино, и как в случае с ораторским искусством... Это фильм 1939 года. Он уже, да, в возрасте там, он говорит и говорит потрясающе. Я условно его вношу в оратора, да, потому что это роль, он говорит в роли, но там есть очень-очень много вещей, которые можно для себя взять, и которые основаны все равно на концентрации энергии, да, потому что он концентрирует энергию, направляет ее в зал в одну точку, и это невероятно работает. Потому что все вот эти проходить истории, да, никакой концентрации нет, это как раз расфокус. А у Чаплина, это великий актер, у Чаплина это есть. И он понимает, что чтобы воздействовать, нужно действовать и бить в одну точку. Тогда все получается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо. Мы даже монтировать не будем, мне кажется, эту часть. Тогда человек точно напишет лайк и поставит комментарий. Субтитры подогнал «Симон»!